Отец Алексей, здравствуй. Добрый день, Саша. Рад поговорить с тобой на «ты» о том, чем живет современный человек и понять, интересует ли тебя это. Сегодняшняя тема – внешний вид. Очень интересная тема. Или, может быть, имидж. Или, может быть, имидж. Ну, короче, мы будем говорить об одежде, стрижке, косметике, парфюмерии. Тебе есть что сказать об этом? Да, особенно о косметике. Должны ли люди заботиться о своем внешнем виде? Думаю, что должны. Серьезно? Серьезно. Почему? Ну, потому что внешний вид – это некая составляющаяся человека. И раз он человек, значит, в нем все должно быть соответствующим образом. А ты обращаешь внимание на внешний вид? Конечно, собеседника. Конечно. И что можно, не то, чтобы по этому виду прочитать, а наоборот, что можно выразить посредством своего внешнего вида? Посредством своего внешнего вида можно выразить самого себя, если угодно. Настроение твоей души. Отношение твое к тем, кто тебя окружает. Прочие всякие моменты. И нужно на это обращать внимание, и нужно на это тратить, например, деньги. Потому что хороший внешний вид, ну, даже не то, что хороший, а продуманный, вот такой, о котором ты говоришь, стоит денег. У нас очередный перекос в обществе в эту сторону. У нас бутики, то же самое с одеждой, то же самое с косметикой, со всем остальным. Безумное количество времени, тех же самых денег, о которых ты сказал. Все ведь гораздо проще. Можно проще. Другое просто, что кто-то не хочет, кто-то уже не может. А надо было бы проще. Ну, тогда становится, возникает вопрос времени, про который ты упомянул. То есть, если нет денег на то, чтобы купить себе там дорогие, например, шмотки, то следует тратить очень серьезное время для того, чтобы найти недорогие, но тоже способные тебя выразить. Опять-таки, а с какой целью вот это вот время тратишь, чтобы искать, способные тебя выразить и так далее? Одежда ведь это очень утилитарная вещь. Ну, ты говоришь, что с помощью, в том числе, одежды можно очень много рассказать о себе. А надо? А вот я у тебя об этом спросил в самом начале. Честно говоря, я даже не знаю. А что тогда под внешним... Можно, но нужно ли? А что тогда понимать под внешним видом? Ну, все, что мы видим извне. Одежда — это 90% внешнего вида? Ну, да. И мы не будем о ней заботиться? Ну, как не будем о ней заботиться? Мы же не можем одевать грязное, рвано и так далее. Будем об этом заботиться. Можем. Но когда мы начинаем выбирать себе рубашку для того, чтобы сходить куда-нибудь в воскресный день на протяжении всей предшествующей недели, откровенно, это шиза. Перегиб. Перегиб. Хорошо. А если мне про одежду, где, по-моему, все, что существует, это перегиб в моей терминологии и в твоей шиза. Есть ли про какие-то детали? Стрижка, например. Стрижка. Дело хорошее? Нейтральное. А, например... Обычное дело. Вот у тебя длинные волосы. Я знаю священников, которые есть короткие волосы. Это как проблема? Это как-то коррелирует с внутренним миром. Вот как-то вот хочется, чтобы они сегодня были длинные. А кому-то хочется короткие. Ты можешь постыть, и у тебя будут короткие волосы. Ну, пока вот не знаю, могу ли, потому что мне пока не хочется. Хорошо. А женщина с короткими волосами? Нет, женщина на лысо. Твое отношение. Ну, мы, наверное, воспитаны просто в разных традициях. Ради бога, на лысо так на лысо, но мне как-то вот не нравится. Просто чисто вот не нравится, и всё. Но никакой неприязни не вызывает. Хорошо. А косметика? Не думаю, что ты очень много знаешь про косметику, но тем не менее. Вот, например, стареющая женщина. Должна ли она обращаться к косметологу, к профессиональному, за деньги, и опять-таки тратить время? Или она просто должна смириться с тем, что она превращается в бабушку? Да никто никому ничего не должен. Должна быть какая-то внутренняя гармония в человеке. Косметика – это продолжение человеческого внутреннего мира. Если этот внутренний мир кричит о себе, что «я, вот всё, я, и мне надо там нанести боевую раскраску, красные губы, синяя тушь, чёрные ресницы, как будто мне 25», то косметика здесь вторична. Здесь первичный вопрос внутреннего состояния. Вот по поводу внутреннего состояния, если от женщин к мужчинам перейти, мужики, которые делают себе маникюр в салонах, вызывают у тебя… Никаких чувств не вызывают. Вообще? Вообще. Даже, то есть, женщина на лысо скорее негативна, а мужчина, который делает себе маникюр в салонах, это… Женщина на лысо мне эстетически не нравится. А мужчина с маникюром в салонах, ну, я же не наблюдаю за этим процессом, я просто вижу человека, который пришёл, и ладно. А белые ровные зубы? Красиво. А стоит ли ради белых ровных зубов… Что? …тратить, ну, 1300 рублей? Правда, я не знаю, сколько это стоит, может быть, и дороже. Думаю, что можно было бы их потратить разумнее. А 150? Тоже разумнее. А 50? Тоже разумнее. А 10? Не знаю. А твоё отношение к татуировкам? Ну, какое-то отрицательное скорее. Почему? Не знаю. Ну, то же самое, что макияж, то же самое, что прическа, то же самое, что одежда. Ну, это что-то более постоянное. И человеку свойственно как-то расти, подрастать, развиваться. А с татуировкой потом как быть, если вот она разонравилась? Ну, это как бы твоё личное отношение к той татуировке, которую ты мог бы сделать себе. А если ты видишь человека, ты понимаешь, что он настолько уверен в себе, он настолько созрел, что делает татуировку, с которой он будет жить до конца жизни. Может, это наоборот хороший пример? Я не могу это рационально объяснить. В силу моего мировосприятия, мне не очень бы хотелось, чтобы человек вот таким вот образом исправлял то, как он создан Богом. Но если человек это сделал, ну, сделал и сделал. Твой ребёнок придёт тебе и скажет, я хочу татуировку. Ну, будем разговаривать. То есть, всё можно, в принципе, и... Без рукоприкладства. Повернуть обратно. Понимаю, хорошо. А парфюмерия? Духи, дезодоранты? Всё, что в меру, почему нет. А священники пользуются? Пользуются. Чем-то серьёзным дорогим или тем, что купили воду в ближайшей, не знаю... Ну, лично я вот, когда кто-нибудь что-нибудь подарит по какому-нибудь поводу, вот тем и пользуюсь. Специально ни разу не ходил и не покупал. А есть те, кто ходят и выбирают. А есть ли священники-модники? Есть. Есть. Священники-модники? Ну, конечно. А в чём это выражается? Да, в чём угодно. Начиная от материала подрясника, его кроя, вышивки на воротничке, остроты носиков, туфелек и всего остального. Вот человек такой внутренний мир, что вот он должен быть вот такой. Вот весь такой с лоском. То есть, хипстерам каким-нибудь есть куда идти в церкви? Ну, даже не хипстерам хорошо. Хипстер — это по-любому часть церкви, если он крещён и всё. Он уже на месте, так сказать. Он уже не хипстер, он уже в церкви. А при этом он может быть хипстером, может быть не хипстером. Там уж как кто. Короче, нет ничего такого, что могло бы огородить человека от церкви ни одежды, ни татуировки, ни какой-то прекрасный парфюм, ни белые зубы, ни о чём мы ещё говорили. Как ни странно, всё это не препятствует человеку быть с Богом. И всё это не будет препятствовать человеку, если он совсем с этим придёт в церковь. С татуировкой, если это девушка с лысой головой и в дорогих одеждах или странно. Я скажу так, это не должно быть никаким препятствием. У священника, у любого и любого прихожанина и служащего в храме должно быть любви в сердце столько, чтобы все вот эти второстепенные мелочи не принимались во внимание, особенно на первом этапе. Другой вопрос, что в реальности, ну не всегда, у всех всего хватает. Есть такая проблема. Но можно найти того священника, который на это закроет глаза. Священника сейчас можно найти любого. Аминь. Спасибо. В разговорах на «ты» был священник Алексей Котельников со своим оптимистичным отношением к внешнему виду. До встречи.